так мы поехали кататься на роликах начинается как мы спускаемся по ступенькам я снимаю как я сниму спускаюсь по ступенькам на роликах сегодня у нас покатушечки поехали в линяна специально покататься на роликах подходим к багажнику бабам с роликов нет все взяли свои ролики мои не взяли разочарованию не было предела поэтому сегодня у нас вечерняя вечерний заезд по ночной талии итак поехали сейчас вы увидите как выходит моя жена не обычно с этим делом тяжеловато вот она тоже идет это конечно надо видеть нагреться не устала на работе не хотела на роликах но немножко аккуратно там его снимает уже камера ты справишься давай аккуратненько ты сильно за меня не держись у тебя уже есть небольшой навык так аккуратненько итак ночные роллеры проверим как снимает камера как она видит в ночи посмотрим в общем снимем на авто настройках а по мне уже еще снимать посмотрим на авто настройках как она снимает ночью потом если что добавим немножечко изо стал изучать немножечко информацию фотографирование и поэтому я стал понимать что такое изо и зачем оно нужно в основных таких понятиях ну что ж начали у нас запланированный час езды поэтому мы будем кататься сегодня час примерно не больше того что больше это немножечко утомляет сейчас как раз плюс ко всему я сейчас нахожусь масса наборе удивительно стал делать брусья и турник просто брусья и турник два-три раза в неделю брусья я делаю три раза точнее 5 по 20 раз с отдыхом где-то минуту между подходами турник я делаю пять раз по 10 тоже отдых примерно минута бывает что турник делаю там все подходы один за другим а бывает комбинирую с брусьями но в общем делаю это примерно 2-3 месяца с перерывом в 10 дней пока я был в молдаве и начал я у меня было восемь четыре килограмма утром не кушавши и сейчас у меня восемь 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 я почти что 90 килограмм для меня это огромная загадка как я умудрился набрать на турничках с брусьями работая только над верхней частью корпуса верхней частью тела такой вес который я в принципе никогда не подозревал что можно набрать такой вес только на турниках и брусьях потому что я долго не занимался на площадке я в основном занимался становые тяги мне интересовали низко повторы и так далее я думал что я так наберу не получалось я только худел короче вот но для того для этого я еще применил я хотя я и раньше ел гейнер и креатин оптим внутри шума мне почему-то не подходил в этот раз я взял гейнер оптоне и креатин оптим внутри шум и вес пошел просто сказочно меня начало надувать как воздушный шарик вот до этого я конечно же еще провел терапию на инвазии чтобы во мне не жило никаких квартирантов то есть я пропил специальную фармацевтику чтобы очистить желудочно-кишечный тракт на всякий случай перед набором и соответственно вес пошел очень очень даже не слабо и он так быстро давно не набирал в этот раз и учитывая что я хожу на площадку я сделал перед тем как я начал заниматься на площадке отдел трехмесячный курс специализацию на ноги то есть ничего кроме ног я делал греблю тренажер табата по табата таймеру без каких-либо определенных нагрузок без ничего самое классическая нагрузка и ноги я делал то два-три раза в неделю потом я прекратил делать ноги чуть-чуть отдохнул с ногами у меня шла также сауна регулярно чувствовалось немножко сердечко но сердце выдерживало и вот к этому тренингу я сейчас отключил ноги полностью ноги у меня были разгибания ног сидя 12 10 86 по возрастающей добавлялся вес потом шел стоя сгибания ног на бицепс бедра тоже самое 12 10 86 тоже вес по возрастающей потом у меня шел же он уже ногами силовой 15 12 10 86 там килограмм 150 и одновременно в суперсете я делал в этом же станке икроножные результат был действительно чувствовал ноги очень такими стали мощными энергичными особенно когда забегаешь по ступенькам чувствую что ногах появился большой взрыв энергии я толкал прыгал чувствовал сила есть а теперь я полностью отключил полностью отключил этот тренинг на тренажерах и перешел на ролики ну и вот теперь ближе к ролика теперь мы конкретно ролики это тут есть изометрия и динамика плюс ко всему я ушел от более крупных мышц более мелким стабилизатором к мышцам регулятором причем к мышцам которые связаны не просто сел в скамейку уперся ногами и пожал да такое все статично зафиксировано я перешел к мышцам интеллектуально можно так сказать мышцам отвечающим за баланс и решил то что я прокачал в более такой глупой манере такой в роли более деревянной теперь я прокачаю это немножечко с с равновесием на баланс мышцы должны работать грубо говоря с тренировки мало балансная вывожу мышцы уже на баланс грубо говоря чтобы они связались с нейронами которые отвечают за равновесие не просто иметь силу в ногах а также учитывая что я вообще никогда не используя не использовал ролики как аэробную нагрузку она не только ровно на статическая очень мощная статодинамическая причем здесь нагрузка на мышцы принципиально отличается тем что мышца находится под нагрузкой в течение двух трех секунд вот я правая нога 3 секунды левая 32 то есть это не как в тренажере отличается работа сердца отличается работа дыхательной системы отличается система работа мозга баланс вообще все полностью координационно меняется сигналы абсолютно отличный я подозреваю что спортсмены атлеты которые тренируются в залах могут иметь например проблемы с сердцем это сердечно-сосудистая система она может очень реагировать на на тот тренинг который был например у вас на предположим вы занимались только в зале а вот такую тему как ролики не делали такого типа алгоритм работы когда одна нога выполняет нагрузку там три секунды потом переводит на другую нагрузку плюс ко всему это все еще нагружена по сердечно-сосудистой системе и очень серьезно работает мозг потому что здесь нужно включать нейроны баланса плюс ко всему совсем другой запрос на дыхательную систему не такой как в зале и работа глаз совсем другая короче ролики это такая штука очень интересная правда ты за улыбалась сидела бы дома не улыбалась бы один семик и поехали дальше итак продолжим лекцию касательно тренировки на роликах и и плюсов значит очевидно что ролики для для любого вида спорта но если речь идет о фитнесе или допустим вот как я занимаюсь грэплингами джиу-джитсу а также вот сейчас начинается холода мы обычно возимся на полу на мать и прямо в парке также сейчас холодно мы не сможем позволить себе возиться мы перейдем в зал возиться си нам надо будет но в такие холода мы переходим на более подвижные упражнения это значит работа с ногами работа по кикбоксингу руки подворк работа со специальными накладками подушками ноги реакция и так далее то есть мы меняем специфику то есть